Приветствую вас друзья, с вами Варчик. Сегодня я вам подскажу танки на которых круто набивается в Н8, очень легко, статка прям растет на дрожжах. Также на них можно научиться играть в эту игру на более высоком уровне. А если вы считаете по другому, флаг вам в руке. Итак, погнали. И первый танк, который я вам посоветую, всего их будет 3, это Т-44. На нем нужно всего лишь сделать за бой 0,8 фрага и 1011 урона и ты уже будешь желтый. Это всего, навсего нужно 4 раза стрелять за бой. А если ты еще больше сделаешь фрагов, то там пойдет умножение и твоя остатка просто понесется в небо. Вы думаете, на Т-44 тысяча урона это много? Блин, это вообще не много, это вообще не урон. А если вы набьете 2000 урона, вы просто офигеете от цифры, которую вы видите после боя, после боевой статистики. О, Арчик, а этот танк же говно! Устарел! Недавно я катал его на стриме и просто офигел от того, насколько он обычный просто танк, но фишка его в скорости. А скорость это уже про скилл. Поэтому этот танчик занимает третье место в сегодняшнем видосике. Дальше будет круче. Следующий наш пациент это Т-20, гроза седьмого уровня. Прям таки просто король игры от холмиков, от обзора и просто с хорошей, доброй такой альфой. Играть на нем довольно таки просто и удобно. Это американец с хорошими уэнами. Вдумайтесь, вам нужно за бой сделать 971 урон и 0.95 фрагов. То есть даже одного фрага не надо и ты уже желтый. Это вообще ни о чем. На седьмом уровне с такой пушкой и альфой, как у Т-20, с таким удобным просто геймплеем, это очень легко. Прям таки просто сказка, а не танк и мало того, вы еще и научитесь играть, сводиться до конца, контролировать свой ватный танк и контролировать врага. Также играть от рельефа. Просто замечательный танк и он сегодня второе место занимает. И на первом месте, как вы уже догадались, китайский ЛТ 7 уровня ВЗ-131. Он просто великолепный танчик. Во-первых, это 7-й ЛТ. Его кидает немножко попроще, чем 8-й, но все же его закидывают в бои, в которых все-таки не очень. Но у нас есть хорошее пробитие голдой, у нас есть замечательная альфа. И на нем всего лишь нужно сделать 0,6 фрагов и 688 урона, чтобы быть желтым. Нам надо просто 2,5 раза стрельнуть за бой. 2,5 раза за бой стрельнуть и ты желтый. Это, наверное, танк, который в моем ангаре добывает ВН-8 прям таки тоннами. Посмотрите последние стримчики на этом танке. Первый бой в каждом стриме минимум 10 тысяч в ВН-8, а то и 20 было. Это просто великолепный танк. Да, пушечка топовая, кривоватенькая. Но ты, Вася, ты чё? Нифига себе, еще и пушка, чтобы была точная. Нет. Он очень быстрый, у него хорошая маскировка, хороший обзор, отличная альфа, хорошее пробитие для 7 уровня. Отличная. Но немножечко кривоватенькая топовая пушка. Но если сводиться до конца, все будет хорошо. Великолепный танк. Сегодня мы увидели 3 танка, которые научат вас играть в эту игру на более высоком уровне. В плане скилла. А потом, после этих танчиков, можно уже садиться на десятки и показать реальную игру в рандоме. Но прежде чем ее показывать, вам нужно научиться играть. И это те танчики, которые вам помогут. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.